Приветствую всех, Леонид Котвицкий и сегодня хочу разобрать такой вопрос, что выгоднее электротранспорт или бензиновый транспорт на примере скутера. На примере скутера позже скажу почему. Итак, давайте в целом скажу так, что на данный момент затраты на скутер, бензиновый скутер электрический примерно одинаковые. Вот если покупать новые, все новые части, то затраты примерно одинаковые за исключением аккумулятора. Если покупать без аккумулятора, то даже электроскутер получается и дешевле. Ну, дешевле или одинаково по цене, смотря какой скутер. Точно так же там электровелосипед, если сравнить с мотовелосипедом, с моторчиком. И так все примерно без аккумулятора получается примерно в одинаковую цену. Значит разница у нас в подсчетах будет только в чем? В стоимости бензина и электричества с аккумулятором. Вот ключевой момент. Многие говорят, ну электротранспорт это же дешевое, это же дешевое электричество, копейки стоит сравнимо с бензином, с соляркой. Да, но кто уже имеет электротранспорт, кто покупал, тот знает, что стоят большие деньги аккумуляторы. Так, это основная затратная часть, если ты хочешь не там на 5 километров проезжать, а более-менее длительные расстояния, то основная затратная часть именно аккумулятора. Что ж, давайте подсчитаем. Теперь на примере именно аккумулятора, так что получается дешевле. Бензиновый транспорт по расходникам или электротранспорт, на примере электроскутера. Вот я, например, зашел в известный в Украине сайт электроскутер.com.ua. Известный сайт. Вот у них сайт вольтовские движки, кто знает, так, e-bike, они же. И у них, соответственно, очень огромный выбор. И мы сейчас посмотрим стоимость аккумуляторов. Сразу скажу, что стоимость аккумуляторов очень часто сильно отрезвляет. Но я буду считать в гривнах, в украинских гривнах, потому что я знаю эти цены, но примерно они в России, в Казахстане или еще где, примерно они пропорционально меняются. Хотя, может, в России немного бензин дешевле. Но это все туда-сюда в среднем получится примерно одно и то же. Вот мы здесь видим различные и компоненты для аккумуляторов, для сборки. Но мы возьмем дорогой вариант, целый аккумулятор. Например, возьмем вот такой 48 вольт 20 ампер-часов. Это такой мощный, хороший литий-железо-фосфатный аккумулятор. На данный момент литий-железо-фосфатные аккумуляторы это такой себе передовой вариант. Самый передовой, я бы сказал, из всех аккумуляторов. Но и дорогущий. Сразу скажу, не обязательно покупать на 20 ампер-часов, если для меньших расстояний 10 ампер-часов, там, соответственно, уже значительно дешевле. Можно также собирать самому аккумуляторы, как литий-железо-фосфатные, так и другие из компонентов. Можно спаивать, и это довольно несложно. Я немножко в следующих видео буду показывать, как это делается. Тогда еще дешевле, весьма дешевле. Но мы возьмем готовый такой вариант. Мы купили, и он нам готовый для сборки. Только ставь, подсоединяй и езжай. Соответственно, самый дорогой вариант. Это готовый. Итак, 20194 гривны. Запишем эту цену. 194 гривны. Нехилая такая получается сумма. Так, если взять мою зарплату месячную, так, то это примерно 9-месячная зарплата врача. Ну и ощущается, да? Сразу купить вот этот, это только аккумулятор. Ну давайте мы теперь подсчитаем, проведем математические расчеты, сколько на этом аккумуляторе можно будет проехать за всю его жизнь. Итак, считаем. 20194. Так, пододвину сюда. Чтобы видели, 20194 гривны. Нет, мы сбросим по другому, пойдем по другому пути. Итак, он имеет 48 вольт 20 ампер часов. Считается это так. 48 умножить на 20 равно 960 ватт часов. То есть 0,96 киловатт часа его емкость. Сколько хватает на километр езды? Некоторые пишут 10-15 ватт часов на километр. Некоторые пишут 15-20. Некоторые даже и 25-30, если очень сильно гонять. Но мы возьмем 20. Это так, чтобы не экономить, свободненько одному ехать. Вот столько примерно будет идти 20 ватт часов на километр. Итак, делим на 20. Это такая вполне себе средняя цифра. И получаем 48 километров. 48 километров мы можем проехать на одной зарядке этого аккумулятора. Один человек при средней нагрузке 48 километров проезжает на одной зарядке. Это одна зарядка. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, как самые современные, они выдерживают 2000 полных зарядок-разрядок. Полных циклов. 2000. Но с учетом того, что под конец цикла они все-таки немного уже становятся меньше емкости. Немного. Не сильно. Но немного меньше. Мы посчитаем 45 километров. Итак, 45 километров в среднем он будет примерно проезжать за один цикл. Сколько это за его жизнь? Умножаем на 2000 циклов зарядки-разрядки. И мы получаем, что он за свою жизнь проедет 90 тысяч километров. За жизнь этого аккумулятора. Давайте запишем эту цифру. Потом мы перейдем к бензу. Вот. Ну что, много это или мало? Ну, 90 тысяч километров, 20 тысяч гривен. Нас интересует сравнение с бензиновым транспортом. Сразу скажу, электричество я не считаю, потому что электричество примерно сравнимо идет по цене с... Примерно электричество сравнимо по цене с маслом. Ну, совершенно небольшие цифры. Какие-то такие второстепенные затраты. Так, например, на бензиновый тоже масло надо. Если в двухтактник, то каждый раз заливать. Если в четырехтактник периодически, то тоже оно тратится. Так надо заливать. Вот примерно как затраты на масло идут в технику. Вот примерно такие же затраты идут и на электричество само. Поэтому основную стоимость именно сам аккумулятор. Сколько он за свою жизнь выездит, мы посчитали. Такой проезжает 90 тысяч километров. 10-ти ампер часовой, соответственно, проедет примерно 45 тысяч километров. Но давайте-ка мы посчитаем, сколько мы проедем на бензине. Вот нас главное сравнение интересует. Итак, мы имеем 20194 гривны. Нам надо посчитать, сколько мы сможем проехать на бензине. Итак, сколько мы купим бензина за эти деньги? Ну, бензин у нас от 18 до 20 до 21 гривны. Качественный, но возьмем 19. Стоп. 2194 разделить на 19. Итак, у нас тонна 62. Тонна и 62 литра. Вот это столько мы платим сразу как бы за аккумулятор. Как за тонну с лишним бензина. Нехилые деньги, правда? Особенно для скутера. Как подумаешь, мамочки, тонна бензина. Это ж, когда я его выезжу. Тут проще. Подъехал заряд, залив 2 литра. Или там 10 литров в канистрочку залив себе хранишь. Небольшие как бы идут затраты. А тут надо тонну за раз. Но посмотрим, сколько мы на этой тонне проедем. Так. Давайте округлим. 1062. 1062. Итак, стандартно на скутере идет 2 литра на 100 километров. От 1,8 до 2,5. Как какой скутер, какая мощность. Ну, 2. Стандартно 2. Итак, делим на 2 и умножаем на 100 километров. И мы получаем 53100 километров. 53100 километров. Вот вам, ребята, и выводы. Так. Сколько мы проедем на электроаккумуляторы? Сколько мы проедем на бензин? Так. На бензине. Теперь. Ну, явно так. Почти в 2 раза получается. В зависимости, какой аккумулятор, какой бензин. Может различаться. Все оно. Даже на самых таких слабеньких аккумуляторах. Их на меньше будет хватать. А цена их все-таки. Не будет, например, аккумулятор. Если это 20 ампер часов 20 тысяч гривен. То не значит, что 10 ампер не будет 10 тысяч. Нет, он будет 12-13. Потому что электроника, зарядное, все равно прилагается. В любом случае, одно и то же корпус один. Вот. Поэтому чуть дороже оно будет. Но все равно. Мы бы тогда получили... Давайте-ка на 13 тысяч гривен. Зайдем-ка мы на этот сайт. Вернемся к литийным аккумуляторам. И посмотрим, сколько 10 амперный. Так. Литий-полимерный. Литий-железо-фосфатный. Литий-полимерный. Литий-полимерный. Нет литий-железо-фосфатного. Ну, примерно, скажем так. Будет он 13 тысяч гривен стоить. Литий-железо-фосфатный. Будет стоить 13 тысяч гривен. Так, проедет он, соответственно, тут уже мы делим легко, 90 тысяч километров, но, если перевести это на бензин, считаем, 13 тысяч, так, разделить на 2, умножить на 100, равно, что-то я не то, 13 тысяч, 13 тысяч гривен, а, разделить на 19 стоимость бензина, так, теперь разделяем на 2 и умножаем на 100 километров, получится 34210 километров, 42110 километров, что я здесь написал, 45 тысяч километров, все равно, даже 10 амперный, да, который в среднем дороже, получится однозначно выгонять, чем бензиновый, То есть, электро, поскольку это вот такая вот сейчас ценовая ситуация, получается однозначно выгонять, только минус, что надо купить сколько, надо купить, в зависимости от объема, который мы покупаем, там, 600 литров бензина сразу, так, 1000 литров бензина сразу, столько стоит аккумулятор, Но проедешь ты на этой стоимости 1000 литров бензина, проедешь ты столько, сколько бы ты проехал на 1800 литров бензина, на электричестве. Теперь количество поломок, давайте возьмем количество поломок, это очень важный момент. Количество поломок на электротранспорте однозначно меньше, однозначно. Кто покупал китайские бензоскутеры, вот, тот знает, так, что год-два поездил и начинается, то-то-то-то, так, поршневые к скутерам скоро вообще будут, по-моему, уже на килограммы продавать, так, вам сколько килограмм поршневых стока-то отвесили, так. А у нас, с одной стороны, вроде бы и недорогое сейчас, эти все китайские запчасти, но это такая головная боль, я со своим скутером уже намучился, больше не хочу, так, перевожу на электричество. Ну, мой скутер 32 года, дима уже, так, японский, старенький, вот, ну, надоел уже, я, как насчитал недавно, где-то уже 18-20 запчастей поменял к нему, и большинство запчастей имеют отношение либо к бензину, и всех этих передаточных, там, моментах к бензину, и к каленвалах, там, и так далее, именно к бензочасти, и к вариатору переднему, заднему, ремням, и так далее. Вот, в электротранспорте сейчас, особенно в скутерах, используется мотор-колесо, вообще, на колесе нацеплен, прямо сразу мотор выйдет с завода. Ломаться там почти нечего, так, ломается, это намного рече, меньше всяких этих передач, шестеренок, так, там, вообще, три компонента, аккумулятор, контролер и мотор-колесо, все. Ломается периодически, и то ломается, но намного реже, намного реже, намного долго лишнее, при том, что электротранспорт тоже покупаешь, покупаешь электротранспорт, тоже ж китайский покупаешь, тоже не какая там Япония, а Германия, большинство из нас покупает китайский, и при этом бензотранспорт сам по своей-своей той системе, как она устроена, там гораздо больше различных услов, которые могут ломаться. Поэтому и по количеству, по-моему, получается, экономия. Ну, и еще вопрос комфорта. Тут я поставлю плюс-минус. Почему? Вопрос комфорта состоит в следующем, что... Дело в том, что, ну, с одной стороны, приятно ехать на тихоньком, не гудящем, не ревущем скутере, который тихонечко себе едешь, ты птицы слышишь, где-то по лесу, по природе. Очень комфортно, так, довольно приятное удовольствие. Дым не нюхаешь, так, это всего, соответственно, тут и экологичность. Но надо понимать, что электротранспорт имеет некоторые и недостатки, так. Например, с каждым годом уменьшающаяся емкость аккумулятора. Но мы же не ездим, например, на машине, и чтобы у нас с каждым годом все меньше и меньше становился бензобак. Аккумулятор становится меньше и меньше. Опять же, современные литий-железофосфатные аккумуляторы, так, они даже под конец, когда у них совсем уже отжили эти 2000 циклов, все равно они еще 80% емкости держат. То есть там уменьшение весьма незначительное. Просто они, нарастает их внутреннее сопротивление, они начинают очень сильно греться и приходится их менять. Но емкость весьма неплохая у них. Далее, зарядки одного аккумулятора все-таки хватает ненадолго. Вот даже мы считали, что 20 амперный, так его там хватает на 60 км. На 100 км, чтобы хватало, это нужно 30-40 ампер. Это вообще очень дорогущий аккумулятор. Либо очень экономно ездить. И это не так, как заправка. Заехал и за 2-3 минуты подзаправился, залил, поехал дальше. Если даже у тебя электротранспорт, и ты подъедешь на какую-то заправку, включишься в розетку, то это занимает время. Хоть, чтобы чуть-чуть куда-то дотянуть, надо полчаса заряжаться. А чтобы серьезно зарядиться, нужен час-два, при условии хорошего, мощного еще зарядного облака. Поэтому тут комфорт, увы. Но с каждым годом емкости аккумуляторов все больше и больше растут. Если на свинцовых аккумуляторах, чтобы где-то дальше заехать, это жуткий тяжеленный становился у тебя скутер или велосипед, они тяжеленные эти аккумуляторы, то сейчас даже эти литий-железофосфатные, они не так уж и много весят. Он один весит как четыре, вернее, один свинцовый весит как четыре, в четыре раза, в пять раз более емкий литий-железофосфат. Далее. Недостаток электротранспорта в том, что... Что, что, что... Но не едешь же ты, например, на машине, и у тебя осталась треть бензобака там или на скутере, так, и он начинает уже дохнуть, так, уже начинает тяга падать, уже начинает скорость падать, так, такого нету. Закончился бензин, тогда у тебя только и остановилось, так, а так, пока он не закончился, ты едешь себе комфортно, и все. Разницы никакой не чувствуешь. На свинцовых же литий-полимерных, литий-ионных аккумуляторах, увы, такая вот ситуация. Ты едешь, где-то треть заряда аккумулятора остается, и уже разгон не тот, подгорку уже не то, так, так, тяга уже падает, так, скорость уже максимальная падает, ощущается, что машина твоя начинает вздыхать понемножку, так, ну, буквально-то она не тохнет, но вот ощущение такое неприятное, так, тяга, все, все это слабеет. С другой стороны, современные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, они тянут примерно до конца, до последнего. Вот, тянут равномерно, одинаково, и в конце уже чики отрубились, зарядка упала там на последнем буквально километре-двух. Вот, но есть определенные нюансы, например, литий-железо-фосфатный, они любят мороза, плохо себя ведут на морозе, и в плане зарядки, их надо подогреть, но это частично решается, оборачивается фольгой, чуть-чуть начинает заряжаться, или разряжаться, начинают греться, и эта фольга уже это тепло держит, хорошенько укутывается, в принципе, это решаемо. С другой стороны, ну, бензиновая машина, тем более дизельная, на морозе тоже весьма плохо заводится, пока прогреется, тогда уже не это сразу, она плохо себя ведет. Тут уже не скажешь, что так там или там дискомфортно. Ну, и плюс электричество, говорю, весьма главное комфортное ощущение, не дышишь дымом, вот, не едешь в реве, в шуме, едешь в тишине, естественно, если ты не один едешь, а не среди города гудящего, сам едешь, очень тихонечко, вот, плюс некоторые плюшки есть в электротранспорте, например, в тех же скутерах, велосипедах, мотоциклах, электрических, задний ход, во многих, конструкция, кнопочку нажал, и где-то из узкого гаража выехал, так, такого в бензиновых нету, понятия, так, это, там надо целую коробку передач делать, чтобы задний ход сделать, так никто такого не делает, а здесь просто, там меняется вольтаж, и он тянет, и ты сзаду выехал, вот такой, плюс, электротранспорт дает возможность делать вообще такие вещи, которых бензиновый просто нереально, например, благодаря наличию мотор-колеса, так, когда-то пытались сделать бензиновый мотор-колеса, так, но, они не получились в широком распространении, поэтому, потому что затратный, весьма затратный, износ, и все такое, и, а тут можно делать мотор-колесо, и плюс добавился гироскоп, и получились, что, моноколеса, вообще, что, колесо, и две педали, встал на эти педали, наклонился вперед, оно поехало, наклонился назад чуть-чуть, оно медленнее едет, или остановилось, и все, и ты один, вот так вот по городу, между прохожих, через парки, через тротуары, поехал себе на работу, сложил его, эти педальки, занес, поставил под стол, под стульчик, место оно не занимает, подзарядил на той же работе, вынос, сел, шух, поехал домой себе, причем, тебе не надо по дорогах ехать, это же вообще, ты практически пешеход, и в то же время, можешь и разогнаться, и маневрировать, и легонечко себе ездить, на бензотранспорте, такое, просто невозможно сделать, ну, как ты такое сделаешь, вещь на бензотранспорте, так, только на электричестве, поэтому, в плане комфорта, электротранспорт, сейчас весьма поднимается, и говорю, поскольку, вот, современный литий, железо, фосфатный аккумулятор, весьма, этих старых аккумуляторов, недостатки, весьма уже, они убраны, и ты довольно комфортно, ездишь, и чувствуешь себя, ну, и к чему я это все веду, думаю, некоторые уже догадываются, штука в том, что, купил я себе, пока что, из разных частей, уже купил, и скоро придет, и буду собирать свой скутер, электрический скутер, из старого Honda Tact, я выбрасываю это все бензиновое, так, и перевожу на электротягу, и буду это немножко освещать на канале, подбор разных частей, как самому сделать аккумуляторную батарею самодельную, чтобы она дешево получилась, и так не сложно, так, где что покупать, так, как это все собирать, ну, и потом уже в готовом виде буду показывать, как оно ездит, вот, я рассчитываю сделать себе такой скутер, что можно было с женой сесть, да еще детема маленькое посадить, чтобы оно тянуло, там, съездить на озеро, 12 километров туда, 12 назад, на одной зарядке, вот, ну, и чтобы все это было комфортно, удобно, вот, а, ну, даст Бог, будет здоровье, деньги, то в следующий год, возможно, даже сделаю еще отдельный электровелосипед для жены, тоже это освещаю, ну, посмотрим, пока что собрал на скутер, вот, и буду немножко это освещать, кому интересно, еще кто не подписан на канал, подписывайтесь, вот, задавайте вопросы, в процессе съемки этого всего, буду рассказывать, освещать, посмотрим, что получится, а пока что, я надеюсь, довольно четко цифрами показал, так, что, электротранспорт, несмотря на то, что сразу надо выложить, конечно, большую сумму, это неприятно, надо собирать эти деньги, так, на полтонны, тонну бензина, вот, но потом оно себя окупает, однозначно, все, всем пока, и, если кому тема интересная, задавайте вопросы, будем освещать. Субтитры сделал DimaTorzok